Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Сегодня у нас с вами очень интересный склад, как мне кажется. Называется он «Бизнес-коктейль». Посвящен он такой замечательной ситуации в жизни делового человека современного, когда он пытается слить вместе два направления бизнеса своего. У нас сейчас очень много творческих людей, людей, которые, кроме основной деятельности своей, занимаются всевозможными хобби. Поэтому рано или поздно эти хобби приобретают такой характер, что человек хочет их монетизировать. А не слить ли мне воедино, сделать такой вот интересный бизнес-блэнд? Ну, потому что, как говорят китайцы мудрые, большую границу трудно охранять. И два направления деятельности на себе тянуть энергетически – это очень затратно. Мы сталкиваемся с большими рисками, которые, на самом деле, сложно просчитать, если мы с вами просто маркетологи. И совершенно не обязательно, что вот этот коктейль окажется удобно варимым. Чем это опасно? Опасны потери обоих целевых аудиторий. Есть специальный расклад авторский, который зачастую достаточно хорошо высвечивает это дело. Основан он на метафоре коктейля. Вообще метафорические расклады, я считаю, не очень перспективные и интересные, потому что за счет образа мы сразу понимаем структуру этого явления. Ну, соответственно, если мы смешиваем два направления, это как мы, как бармены, смешиваем с вами два напитка. В этом напитке у нас есть сама смесь. Насколько они вообще смешиваются? Бывают ингредиенты, которые между собой не миксуются. Бывают те, которые позволяют как-то смиксоваться. Это, значит, позиция смесь. Вторая позиция – это у нас подача. Напиток нужно подать, чтобы он понравился, красиво. Какой он будет, что это за напиток, какое позиционирование у нашего нового продукта будет. Эффект. Когда потребитель выпит этот коктейль, как он его оценит. Соответственно, как он новый продукт наш симбиозный оценит. Тренды. Насколько это напиток наше дело новое? Насколько оно соответствует? Вообще тенденция. Последнее – это деньги. Когда мы работаем в своей стене денег, я бы рекомендовал всегда спрашивать, где деньги, есть здесь деньги. Потому что бизнес может идти очень хорошо, а денег в нем нет. У нас есть живой клиерент, который передо мной сейчас сидит. Он хочет смешать маркетинг и астрологию в рамках работы с персональным брендингом. Само-смесь. Насколько эти вещи в рамках персонального брендинга могут адекватно быть смешиваниями. Подача. Как можно это подать? Максимально эффективно, красиво. Эффект. Как аудитория воспринят это предложение. Насколько предложение может быть трендовым, вообще популярным такое в дальнейшем. И деньги. Насколько перспективен данный симбиоз двух продуктов с финансовой точки зрения. Ну, мы сейчас посмотрим. Итак, первое. Карта Меденус у нас говорит как раз о смешиваемости. Она говорит, первое, о духовности в контексте наших запросов. И о смешиваемости. Это карта как раз синтеза у нас. Да, вот ангел, который вливает один куб в другой. Второе. Здесь у нас идет Паша Пентакли, который у нас отвечает, во-первых, за пентакливую тему за ресурсность. То есть, в позиционировании нам надо говорить, в любом случае, о финансовой результативности этого дела. Паша Пентакли у нас отвечает за поле исследования, поле обучения. То есть, это углубленное изучение продуктов. Есть маркетинг просто, да, и он просто изучает. Как-то на основе цифр каких-то, но недостаточно глубоко. Есть у нас маркетинг с астрологией, да, который позволяет более глубоко копнуть и изучить тему. Как аудитория воспримет? Аудитория воспримет по шестерке Пентакли. Достаточно адекватное восприятие, как восприятие людей, которым помогает. Тут еще момент. У нас сразу эти карты начинают между собой еще играть дополнительно. Паша Пентакли у нас, я бы сказал, в данном случае отдает денежку. Здесь у нас поле людей, которые денежку получают. Благотворительно-помогательный элемент в начале этого всего, мне кажется, будет полезнее. Насколько продукт может стать трендовым? Да, он может стать трендовым. Мир говорит у нас о распространении идей вовне. Да, может быть, о том, что и так уже идея достаточно трендовая. И с точки зрения финансовой. Четверка посохов у нас, в принципе, я бы, конечно, хотел бы видеть здесь финансовую карту. Да, там, либо старшапка императора или императрица, которая говорит о бизнесе. Либо пентаклевую карту хорошую, крепкую. Но, с другой стороны, четверка посохов говорит у нас об устойчивой позиции. Об устойчивой позиции. Плюс у нас вот здесь легла пентаклевая тема уже. Здесь у нас умеренность говорит о том, что симбиоз данный вполне может состояться. Тема стать трендером. Поэтому я вот для присутствующих, да, рекомендовал бы заняться этим делом. Принципа прорыва. Не ждать вот этого глобального финансового какого-то прорыва. Может быть, какое-то поле устойчивости оно удаст. Продумать над обучающими моментами. Может быть, использовать в маркетинге, да, продвижение этого продукта обучающие какие-то вещи. Давать им возможность себя как-то типизировать. Вот персональный брендинг с точки зрения астрологии. Да, дать им для начала какие-то бесплатные элементы знания, которые они для себя применят, почувствуют, что это так и есть, да, и за этим нужно уже потянуть целую систему. Я считаю, что примерно расклад высветил нам вот этот вот симбиоз и его перспективность.